Кузница преподавательских кадров. Московский педагогический государственный университет на днях отметил свое 145-летие. Эта круглая дата невольно заставляет задуматься о будущем российского образования. Дискуссии по данной теме не утихают уже многие годы. Спорных моментов множество. По каким учебникам вести преподавание? Есть ли перспективы у ЕГЭ? Как на обучении сказывается внедрение электронных ресурсов и новых технологий? Кроме того, важнейшей темой является роль учителя и преподавателя. Кто он? Поставщик образовательных услуг или все-таки воспитатель? В профильном ведомстве не раз заявляли о необходимости повышения престижа и статуса как учителя, так и преподавателя. Так, глава МИБНО Барнауки Ольга Васильева призывает отказаться от понятия образовательной услуги, поскольку главная миссия преподавателя – воспитание будущего поколения, а не оказание услуг. Будущее российского образования обсудим с гостями в нашей студии. Сегодня это проректор по учебно-методической работе Московского педагогического государственного университета Людмила Александровна Трубина и доцент-директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Александрович Засорин. Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Алексеевич, на ваш взгляд, самое важное противоречие, которое сейчас существует в нашем высшем образовании? Ну, их много. Как-то одно главное, пожалуй, трудно определить. Я бы считал, его видел в том, что мы, с одной стороны, пытаемся быть совсем европейцами, совсем западными, скажем, производить западные модели с точки зрения двухуровневого образования, с точки зрения перехода преимущественно к письменной форме сдачи экзаменов, ступенных, но и другое. С другой стороны, мы сегодня в высшем образовании, особенно в нашем ВУЗе, пытаемся возродить и продолжить традиции российского образования, в большей степени воспитания и образования. Потому что ВУЗ-то был основан еще в той России. В той России он прошел славно весь советский период, поэтому, как в нашем лозунге, верны традициям открытые инновации. Мы должны соединить традиции с инновациями, не увлекаясь копированием не совсем подходящих, не совсем нужных нам образцов, и вместе с тем не отставая от передовой западной науки. Людмила Александровна, а оказывается какое-то сейчас на Россию в целом давление со стороны глобального сообщества по навязыванию каких-то нормативов? Я помню, что в 90-е было очень популярно. Откуда-то появлялись учебники, изданные на деньги Сороса, где просто история представлялась в ужасном виде. Сейчас это происходит или как-то сменились акценты? Мне кажется, что акценты сменились. И не просто так, а благодаря тому, что образовательное сообщество нашей страны в основе своей все-таки здраво мыслит и понимает, что слепое копирование западных моделей в российской системе образования обречено на неуспех. Хотя очень жаль, что немалое количество лет было потрачено на то, о чем вы говорите. Действительно были учебники, особенно по истории, которые повлияли на мозги целого поколения. Результаты этого мы видим. Видим не только в России, но и в России тоже. И учебники, и технологии, потому что вот вы говорили о проблеме электронных технологий, они несут за собой не только такую общую доступность информации в образовании, но они и отучивают, или отучают, как правильнее сказать, людей думать. Потому что можно нажать кнопку, ничего не надо запоминать. Просто нажать кнопку и получить любую информацию. И вот здесь приходится преодолевать противоречия, потому что информация – это еще не знание. Потому что информация может быть и ложной, и нужно уметь разделять зерна от плевел и правильную от неправильной информации. Ваш вуз славный был основан еще в период имперский, царской России, как я понимаю, еще при государе императоре Александре II. В 1872 году. Да, да, это еще получается Александр II. Как вы видите, его закрывал, а Николай II открывал. Сложная история. Богатая, противоречивая история даже в том периоде. Получается, что вы можете как раз быть источником тех традиций, которые помогут выстоять сейчас в России вот в этом таком глобальном море, где непонятно, что хорошо, что плохо, по какому пути идти. У нас не так много вузов в стране именно с такой давней историей. И сохранились ли какие-то традиции и какие-то, может быть, наработки и подходы еще оттуда, из той эпохи? Конечно, да. Ну, конечно, да. Потому что, ну, как нам не гордиться нашими традициями, нашими научными школами, когда у нас преподавали титаны российской науки рубежа веков? Одним из наших ведущих профессоров был Вадим Иванович Вернадский. Он нас основал в нашей курсе и преподавал всеобщую историю. Вадим Иванович Гирье. Мы отмечаем в этом году 270 лет. А Гирье должен вам сказать. Первое вообще в методике проведения занятий по истории в российских университетах вел семинары. Он их как раз разумно позаистовал из Германии и вел как форму занятий у нас в Московском университете императорском и наших высших женских курсов. Авселий Осипович Ключевский – наш человек вместе с этим университетом. А Зелинский – наш химик блестящий. И многие… А Чеплыгин – физик, директор высших женских курсов. Куда ни кинь, везде славные традиции. Мы не можем об этом забывать, терять и не учить сегодняшних наших ребят, отталкиваясь от азов, от основы. Они как-то проникаются, чувствуют, что есть такая цепь уходящая. Когда у нас сегодня в нашем корпусе как раз на гуманитарном, на Юго-Западе появились большие панно, изображающие Вернадского и Выгодского еще наша гордость психологического нашего направления. Но ребят, по крайней мере, видят, ассоциируют и понимают. И ассоциируют, откуда все началось. Я бы вспомнила еще и о том, что часть гуманитарную вспомнила, что у нас Алексей Федорович Лосев преподавал, которого называют последним энциклопедистом XX века. И это не просто имена, хотя гордиться своими учителями – это достойно. А это традиции, это научные школы. Именно эти люди закладывали научные школы нашего университета. И открытием московских высших женских курсов, а таково было первое название нашего университета, были заложены основой высшего педагогического образования в России. Потому что эти женские курсы и создавались для того, чтобы подготовить народных учительниц. Впервые создавались как высшее образование университетского типа для женщин. Курсы различные были в стране и открывались вслед за нами. А вот университетского типа образования впервые стали реализовывать именно у нас. И вот фундаментальность, научное образование – это главная традиция нашего университета, которая прошла через все десятилетия в непростых условиях, в очень сложных дискуссиях. Фундаментальная научная основа образования. Это самое главное. Очень интересно, как сейчас готовят тех, кто через несколько лет начнет преподавать и учить наших детей. Самое важное. Вы раз говорите студентам, что они будут оказывать образовательные услуги, или все-таки как-то по-другому формулировать? Вы знаете, в российской традиции понятие образования с услугами не соотносится. Потому что в российском понимании образования – это всегда воспитание и это всегда развитие личности. Наряду с обучением, безусловно, потому что это бесспорно, учитель должен учить. В этом смысл и предназначение основной его профессии. Поэтому не один десяток лет всегда, когда нас просили высказать свое мнение, мы говорили о том, что образование в России – это не сфера услуг в том экономическом понимании, которое нам навязывали, скажем так. Поэтому нет, конечно, для воспитания педагога очень важна среда, образовательная среда и среда воспитывающая. Этим обучение в педагогическом вузе отличается от обучения педагога в любом другом вузе. Ведь не секрет, что сейчас свыше 200 вузов ведут подготовку педагогов. Но в вузах, специально созданных и традиционно работающих на подготовку учителя, создается эта атмосфера уважения к учительскому труду, понимания, что труд учителя – это не услуга, а миссия, это служение. И если ты выбрал этот путь, то ты должен быть готов именно к такому отношению, к профессии. Аль, готовы воспринимать молодежь? Вот в этом году поступали люди, родившиеся в 2000 году. Это уже вообще абсолютно другое поколение. Поколение уже, которое не знает, что такое жизнь для социальных сетей. Они готовы воспринимать то, о чем вы говорите? Вы предугадали как раз продолжение разговора, потому что я хотел дополнить Мил Санну тем, что к нам сегодня из-за того, что происходит жуткая, ненормальная, неестественная коммерциализация образования в целом сегодня, приходят ребята, особенно у нас большой конкурс, у нас огромное желающее количество учительств. 4 тысячи заявлений было подано в этом году в наш университет. А набор это 4 тысячи примерно. И у нас громадный внебюджетный коммерческий набор. И на это приходят новые студенты, видимо, под влиянием родителей, некоторых учителей, которые относятся к нам, преподавателям, как раз к тем, кто должен оказывать эти самые услуги. По принципу, за все заплачено. Этого гонора хватает на первый семестр, до первой сессии чаще всего, потому что потом начинается реальный процесс обучения и сотрудничества. И те, кто считают, что они купили свой диплом, они его продают условно после первого семестра обучения. Поэтому здесь надо ломать некоторые стереотипы. Чтобы это получилось, думаю, в основном да. Потому что кроме того, что мы пытаемся обучать наших студентов, чтобы они стали реально профессионалами своего предмета, своего дела, у нас действительно, наверное, неплохо продуманная система других предметов – общеобразовательных, социально-гуманитарных, те или иные практики здесь или там. Ну, например, на моем факультете иностранных языков обязательно стажировки по иностранным языкам с нашими партнерскими вузами. И еще довольно большой объем тех внеаудиторных занятий, которые позволяют нашим ребятам становиться личностями в будущем. Это и вожатские школы, и всевозможные сегодня спасательные педагогические отряды, и волонтерская служба и прочее, прочее, прочее. С тем, чтобы они шли потом на свое новое родное рабочее место, чтобы они могли стать интересными, могли стать интересными для своих будущих учеников, а не просто урокодателем и точка. Поэтому вот, наверное, те, кто попадает к нам не случайно, а, видимо, их все-таки большинство, они понимают, что на эти годы надо сделать очень многое, чтобы потом оказаться полезным и привлекательным для своих будущих учеников. Людмила Александровна, в годы, когда создавался ваш вуз, профессия преподавателя высшей школы была крайне почетная. Это была элита общества, это были люди, во всем смысле находящиеся, ну, наверху, и в экономическом, и в социальном плане. В советские времена все было по-разному, стоит это тоже отметить. Не все было и безоблачно, и не все было плохо. Но то, что произошло после начала 90-х с высшей школы, не менее, я думаю, вам рассказывать, это был караул. Сейчас ситуация как-то меняется. В этом мы возвращаемся к своим традициям или пока еще есть над чем работать? Вы затронули очень важную и сложную проблему. Действительно, вы понимаете, вот в системе критериев экономических был такой критерий. Карьерная успешность выпускников вузов. Вот вуз оценивался по критерию карьерной успешности выпускников и заработной платы, которую получают выпускники. На начало работы или как? Да, да, да. Вот. Если это все высокое, значит, вуз успешен. Если применить эти критерии, то, наверное, ни один педагогический вуз не будет успешен в этом понимании. К сожалению, опять же. К сожалению, потому что и заработная плата у нас никак в бизнесе. И карьера, самое главное предназначение, это учитель. Это учитель. Но времена изменились, и отношение к профессии учителя изменилось. За последние годы мы увидели, что государство возвращается в образование, что реализуется целая система мер поддержки учителя, педагога. Но это реально происходит, потому что мы это слышим с федеральных экранов. Вы знаете, я хочу сказать по нашему университету, что мы видим существенный рост заработной платы профессорского преподавательского состава. Сначала государство, и верно, заботилось учителями. А нами вот сейчас, когда было принято решение о повышении постепенном заработной платы педагогов до двойной по промышленности, непростая задача в Москве, но эта задача реализуется и при поддержке государства. И вот это внимание сразу мы почувствовали. Знаете, каким образом? В этом году во всех вузах педагогических, в том числе у нас, повысился конкурс. Повысился средний балл ЕГЭ, с которым поступают к нам ребята. То есть качество абитуриентов выросло. Повысилось число людей, детей, которые прошли через Олимпиады, победители Олимпиад. И вот такой немаловажный факт, например, треть наших абитуриентов принесла в вуз при поступлении подлинники. Это значит, что они с самого начала выбрали профессию учителя и конкретно наш университет. А не просто там, как рулетка абитуриентская. Ну, как сейчас многие доделают. Да, вот в разные вузы направили свои документы, где пройдут. Они изначально выбрали профессию учителя. Но это первые сигналы, но очень позитивные. Есть еще один аспект, очень для нас важный, потому что когда государство не поддерживало вообще образовательную систему, наши наиболее способные ребята уходили из образования куда бы то ни было. Вот лингвисты, да, перевод, редакторы, куда угодно. Когда появилась помощь школьным учителям, у нас сложилась ситуация ненормальная, потому что они уходили скорее в школу, чем оставались у нас. Сегодня наши молодые ребята, это очень хороший знак, остаются у нас на кафедрах, идут в аспирантуру, потому что сегодня становятся в вузе работать. В общем-то и престижно, и денежно в том или ином смысле. По крайней мере, есть разница. Не голодно. Почувствуете разницу. Потому что пора уже избавиться от старого, помните, старого русского выражения. Если вы... Вы бедны, потому что хорошо образованы. Вы должны быть хорошо образованными и богатыми. Вот будущее России, очевидно, и высшего образования России в первую очередь. У нас остается чуть больше минуты. На ваш взгляд, нынешнее поколение, вот этот набор абитуриентов, оно способно воспринимать те традиции, которые вуз несет уже в вашем случае полтора века? А можно я на конкретном примере покажу? Я только что пришла с занятия. В этом году я решила преподавать литературу, а я специалист в области русской литературы, на историческом факультете. Мне интересно было посмотреть, во-первых, на студентов-историков, а во-вторых, на то, как они будут относиться к литературе. И сегодня, где-то даже неожиданно для меня, было такое трогательное, потрясающее занятие, когда молодой человек, студент, пятикурсник, рассказывал о поэзии Великой Отечественной войны. Он выбрал эту тему как тему реферата, он подготовил презентацию, он читал стихи наизусть. Кто знает военную поэзию, тот понимает, насколько трепетными являются эти стихи. Мне кажется, что за этими ребятами будущее. Очень отрадно это слышать. Благодарю вас. У нас в студии были проректор по учебно-методической работе Московского педагогического государственного университета Людмила Александровна Трубина и доцент, директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Алексеевич Засорин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова